Проект мы, по-моему, за какой силой он взяться, искали более двух лет. Много мы всяких, поверьте, учёных видели. И из глобальной волны кто-то знает, что много всяких учёных бывает. И у всех продукты на разных стадиях готовности. Этот продукт на стадии готовности, так скажем, что вот, берись, гадайся. Все сегодня, ну, все, кто-то сегодня попробует, говорят, что это правда работает. Но это тоже старее, не старше становится. И скепсиса там всё больше и больше. Если раньше мы в какой-то проект ныряли с головой, вопрос не задавая, например, ну, наверное, надо, то потом тут как можно подожди, ну, как объяснить, почему же он всё-таки такой хороший. А сила того, что слово киловатт, в целом я был примерно килобайт, ну, то есть, я не понимал. Мне нужно было как-то понять, то есть, какая вообще сравнить вот этот продукт. Ну, можно продукты сравнивать? Как технологию сравнить? Я что, знаю владельцы других технологий? Ну, то есть, у кого я могу вообще спросить? И я вот вот в поиске решил пойти и посоветоваться, как. Если ты сам ничего не понимаешь, я не понял, то понимаю, да, в вашем фестивале, инвестиции. И я вспомнил, что в Туле у меня есть старший товарищ, он больше 60 лет, и у него много бизнесов, несколько больших образований. И он, у него, то есть, внешнее предприятие в Туле по модернизации электродвигателей, ой, по ремонту электродвигателей. А Дуймок мне сказал, Серёж, если ты не понимаешь, как работает вот этот конечный продукт, говорит, мою технологию можно применить на текущую. Вот работает электродвигатель, вот, он сейчас работает. Ты с него, ну, сними, провода сними, другие провода положи. Кстати, тогда он ещё рассказал, что электродвигатели, оказывается, горят. У них есть международный интервал, где надо чинить, в целом. То есть, ты его купил, работает, работает, он у тебя сгорел, ты идёшь, ну, не много покупаешь, а ремонтируешь его. Тебе ставят, вот, подширники меняют, там, мотум сгорел, меняют, что там. Ну, в общем, что-то делают, и она опять работает у тебя. Ну, то есть, ты отремонтировал. И это огромное предприятие, и это делается регулярно. Вот, 7 миллиардов, как говорится, выпускается в год, ещё 7 миллиардов, тех, что уже сделано, ремонтируются. Просто это вот, ну, кто вот знает про этот рынок, кто, может, здесь есть обмойщики, кто знает, что вот электродвигатели, ну, вот, есть люди, да, потому что это нормальный абсолютно процесс. То есть, ну, я не знал, в общем-то, показаться, 100%. Вот, а я поехал к мотоперятию, ну, попросил встречи, попросил совет, ты говоришь, можешь мне это рассказать? И он говорит, что, есть такой разработчик, связанный с московской сферой, тоже электродвигателя, Дуйнов. И как я думаю, он фамилию Дуйнов сказал, деду что, как бы, улыбки расплылся, так он говорит, так он нас всех озолотил. Я говорю, чего? Как нас озолотил? Ну, а там рассказывают, так же, я и его официальный представитель. То есть, мы заключили дистанционный договор на территории Дуйны, на право модернизировать, ремонтируют двигатель по его обмотке, по его принципу, по его технологии. И что передачи происходило, то есть, мы работали регулярно, то есть, у нас предприятия, у нас есть подряды от предприятий, которые эксплуатируют двигатели, машинные заводы разные там, и так далее. Они нам регулярно перевозили свои двигатели чиниться, то есть, нам не нужно всего новых клиентов, ничего, просто мы оказываем услугу. Соответственно, мы заключили дистанционный договор, и сколько стоят наши услуги? Раньше наши услуги стоило где-то 40% в основности нового двигателя, стоят двигатели 50 тысяч. Его, ну, восстановить стоит 4 тысяч, и стоят 100 тысяч, это большое, да, стоят 40 тысяч. Мы стали модернизировать, вернее, мы стали, после того, как мы предложили клиентам ремонтировать двигатели, коду и новую, мы говорим, ставили с ними брать 100-120% стоимости двигателя. То есть, у нас, причине, двигатель стало дороже, чем купить новый. Вопрос. Почему люди соглашались? Почему люди хотели купить? Он искал много страшных слов, там, всякие косинусы, синусы падающие, напрягающиеся, короче, что так. Не ювилирует, не верится, экономит электричество, и горит, ну, межремонтный интервал сильно увеличивается. То есть, электродвигатель, а, еще мы немного меньше денег затратим, то есть, по трудным затратам для нас, вот, по ремонту, то, что мы делаем, то же самое. Но это обычная услуга. Мы сняли ту же работу, мы положили только по другому принципу. Но у него, как у клиента, двигатели стали, вот, реже гореть. То есть, просто, они стали, нам в три раза реже приезжать. Они стали, почему они стали реже? Потому что они дырели нагрузки выдерживают. То есть, двигатели не стали работать в оптимальном режиме. У тебя, да, на автомобиле, вы знаете, да, расход топлива, там, при 100 километрах, оптимально, да, примерно. Будешь порой 200, у тебя будет, там, в 10 раз больше. Ну, там, 5, кто захочет, а едешь только 2 раза. И вот у двигателя так же. Есть тот, для чего споректироваться, какой скорость должен вращаться, такой нагрузкой. А есть момент пуска, когда ты, уууу, с нулей ворот, то есть, он еле, он может гореть, например, что-то не горит. Вот. И, соответственно, он сказал, вот так вот начали работать. И его вот этих вот эмоций, его вот этого отзыва, то есть, не знали, как-то, что не надо. Пришел этот мальчик спросить, длино услышал, и он начал вот эту историю рассказывать. Очень интересно, очень. Вот. Ну, это позволило заложить этот удар, что, да, здесь все, там, что-то есть. Соответственно, дальше разбирался, а шляп, эту историю, там, магниты, не магниты. Вот. Ну, вот о чем Женя интересную тему поднял. Почему мотор-колесо? Почему мы вынуждены говорить про мотор-колеса строить? Потому что мотор-колесо, вот, наято прям вам, каждому сидящему здесь. Это может не купить вы. Вы никогда не будете задумываться о 20-киловаттнике, который стоит на насосе, который подает вам воду горячую в трубку, чтобы у вас циркулировало насос, гоняя. Об этом задумывается владелец этого предприятия, владелец котельной. Не знаю, может, есть, конечно, такие, ну, здоровые вот. То есть, просто они говорят, окей, вот мне нужно, чтобы насосок постоянно работал. Этот ест 100 тысяч рублей в месяц электричества. Вот этот ест 40, ты говоришь, 60, на 40% меньше. Для него это понятно. Для вас это непонятно. Если бы мы вам графики показали, вот этот перемотный стоит, это неперемотный. Вы бы не поняли, не услышали, не увидели. То есть, это достаточно, ну, крайне интересно. А когда мы говорим, смотрите, вы бы в шмон ходили, хотели все не поехать. Разница, да, очевидна. И никто не может делать асинхронные вот эти вот без моментов мотор-колеса. Потому что, если они совмещают две технологии, вот эти вот, на мой взгляд, звезду и треугольник, то цепь, ну, они не эффективны, цесообразности в их производстве нет. То есть, вот, по какой причине только они смогли сделать. Но потребность же есть в этом, но эти же хотят, то есть, компактные и предвитатели. Вот, соответственно, поэтому гранд-проект, ну, видится нам, ну, чертовски привлекательно. Имеющие в своей основе именно технологию и зерно. Ну, разработчики, которые, вот он прям, ну, разработчики. Что это может быть, ну, как израбатывать, что-то, что-то там происходит. То есть, понять это крайне сложно, но достаточно, как бы, увидеть глазам, как мы верим своим. Ну, как, он же стоит, он же крутится. Мы уже минуты катаемся, и когда ты катаешься, я говорю, ну, ты знаешь, действительно, ты знаешь, я точно перенеслился. И человек, который смог это сделать, обратился и дал возможность, ну, всем нам в этом участие принять. То есть, опять же, что не очень часто происходит. Обычно, ну, кофейку там предлагают открыть человеку, там, знаете, там, купить на Алиэспресс этот товар, да, на сплач. Ну, как, коллективные закупки, кто участвовал, да. Вот, то же самое, только чуть попрупнее.